Всем здравствуйте! Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Кто не подписался, подписывайтесь! Сегодня мы с вами поговорим о парфюмерии, в частности о аромате, который я приобрела недавно. Это аромат Narcisse Rodriguez. И это не новинка, это именно белый кубик. Почему-то новинки еще пока я в магазинах не встретила. Но я думаю, новинка мне тоже, наверное, понравится, потому что там есть франжипани. Белый кубик, он мне нравился. У меня есть от Rodriguez черный классический аромат, первый, по-моему, самый. Я его покупала в небольшом формате, долго носила, потом как-то устала от него. Ой, так он у меня остался. Вот если достался, дочь до него добралась, если, конечно, она до него добралась, я боюсь, она мне его и добьет. Она просто выливает на себя все мои парфюмы. И если не знаешь, как закончить, надо отдать ей. Точно добьет. Вот. Ну, в общем, я тоже взяла тридцатку, потому что у меня парфюмов достаточно много. И я не люблю, когда это все стоит. Я люблю, когда именно я пользуюсь парфюмерией, когда она у меня заканчивается. В общем, просто складировать и устраивать какой-то склад, такую вот коллекцию, я как-то, ну, немножко скептически стала к этому относиться. Потому что это все занимает большое количество места. Если у меня появится много места для парфюмерии, там какой-то отдельный шкаф, тогда может быть. Но сейчас, на данный момент, у меня место ограничено, поэтому мне некуда это все ставить. Как-то не хочется это все складировать, там, в каких-то коробках, куда-то, в каких-то шкафах. Да, хочется, чтобы вся парфюмерия была на виду. Ну, в общем, очень долгое начало. Вот так вот выглядит этот белый кубик. Я этот аромат, я говорю, очень люблю. Он мне очень нравится. Ну, для меня это очень вкусный аромат. Очень нежный, пудровый, мускусный. Здесь такая вот приятная какая-то нега и теплый аромат. Сейчас, конечно, лето и как бы не совсем его время. Но так как у нас лето буквально два дня только, поэтому я пока им начала пользоваться, я прям им упиваюсь. Мне очень нравится. Несколько дней я слышу аромат от волос. На вещах тоже держится долго. Очень стойкий, очень шлейфовый. И все-таки Родригес умеет делать парфюмы именно со шлейфом. Именно вот с таким вот тянущимся, приятным, таким вот сияжем. Проходит женщина и остается прекрасный аромат. Очень хорошо. Скроен аромат. Мне нравится и пудровый тоже. Нарсиса Родригес пудр тоже. Ну, я подумала, что он есть в Сифора. И в Сифора он продается в таких вот ручках, таких вот маленьких упаковочках. Наверное, я возьму себе именно такую вот маленькую ручку, и мне будет достаточно. Но все-таки белый аромат, белый кубик я все-таки больше люблю. Мне кажется, здесь... И не смотрела вообще пирамиду. Мне кажется, здесь белые цветы. Ну, естественно, мускус, естественно, мне кажется, здесь есть и кедр. Потому что я люблю, когда вот есть кедр, я чувствую, есть очень чистый такой, приятный, легкий. Ну, и в то же время он... Он олицетворяет собой и чистоту, и в то же время какую-то такую вот женственность. Очень завораживающий. Для меня очень завораживающий аромат. Не знаю, почему я так долго к ним ушла. Мне он всегда нравился. Но как-то я вот... Черный кубик мне не нравится, красный тоже. Вот на чем бы я становилась, это белый и пудровый. И, естественно, вот хочу попробовать еще новинку. Но я думаю, что он тоже понравится. Он такой, я думаю, более летний, с оранжепани, экзотический. И кубик прям очень красивый. Прям такой тяжелый. Очень здоровый. Я довольна этим ароматом. Он прям как-то сейчас меня вдохновляет и окрыляет. Очень-очень нравится. Ну, и следующее, что я приобрела. В общем, наверное, как и многие люди, подразделяются на почитателей Бакара Руш. И на тех, кто этот аромат ненавидит и просто терпеть не может. Когда я тестировала Бакара Руш, куркиджана в салоне парфюмер, мне этот аромат сразу понравился. Вот просто я только ощутила. Я не почувствовала никаких неприятных ассоциаций, никаких бинтов, никаких ран кровоточащих. Ничего абсолютного. Для меня это прежде всего очень красивые цветы, ягодки, клубника, такое вот что-то леденцовое, бодрящее, вкусное. Очень-очень для меня этот аромат оказался очень красивым. Но у куркиджана, конечно, очень высокая цена, и я как-то, ну, покупать слишком дорогой аромат. Тем более, когда ты еще не уверена, подойдет он тебе, не подойдет. Потому что у меня, я не могу некоторые ароматы носить, ну, чисто из-за физических каких-то вот моментов. И я этот аромат, ну, спокойно мимо него как-то прошла, понравился, понравился и все. И потом как-то я была в магазине, и я даже не знала, я даже не смотрела пирамидку, не смотрела, какие есть там аналоги, похожие на Бакару. Просто протестировала Бербери Фохе. Там как раз вот вышла интенс-версия. Но именно просто Бербери мне аромат понравился. Я нанесла его на тестер и принесла домой. Я сначала не поняла, что же этот аромат мне напомнил. Я даже не поняла, что именно он очень-очень похож на Бакару. Удивилась тому, насколько долго этот тестер источал и вот этот аромат. Вот настолько долго, наверное, неделю я подходила. И даже не то, что просто пах именно тестер, а вот эта вот бумажечка, да, а даже вот вокруг все пахло этим ароматом. Меня это удивило. Говорю, может, ну Бербери вроде, но такая вот стойкость. И вот когда я покупала Нарцисса, я спрашивала продавца про Бербери Хе. И она мне говорит, а вы не хотите Ажмал попробовать, аристократ? Я говорю, ну давайте попробую. Ну, опять, как всегда, он большой, 75 миллилитров. Я говорю, я не рискну купить аромат в 75 миллилитров, потому что, может быть, я его вообще не смогу носить. Вот. И она говорит, ой, у меня есть вот такой вот маленький тестер. В общем, этот тестер за полтора миллилитра я купила. Это Аристократ Ажмал. Это арабская парфюмерия. Я арабские парфюмы никогда не покупала, по-моему. По-моему, у меня не было никогда арабских парфюмов. Ну, в общем, достался мне вот такой вот 5 долларов. Он, по-моему, стоит. Вот по такой цене она и продала. И я почувствовала, что это очень-очень похожий аромат. Он очень похож тоже на Бакару. Но я могу сказать, что он более нежный, более легкий. И он не такой стойкий. Он, конечно, как-то близко сидит к коже. Я его ощущаю от себя, ну, наверное, где-то часа 3. На волосах дольше, естественно. На волосах аромат прям хорошо сохраняется. Где-то сутки я чувствую. После 3 часов с кожей я его уже не слышу от себя. Ну, кто со стороны, говорят, что чувствуют этот аромат. Вот. И я поняла, что все-таки Бербери намного-намного более стойкие. Здесь вот аристократ, он проигрывает тем, что он очень нежный. С одной стороны, это его плюс. Может быть, мне он как раз вот и подошел. Потому что я себя с ним комфортно чувствую. Он меня не душит, не давит, не вызывает никакой тошноты. Головной боли. Поэтому, наверное, я этот аромат и рассматриваю. В покупке единственное, меня смутила одна вещь. Я не знаю, в чем дело. В общем, я наносила дня 3 этот аромат именно вот на обувь шеи и декольте. И у меня началась... Также я еще использую новую сыворотку. Но сыворотку я в основном наношу на лицо. Да, на шее все-таки меньше. И вот не пойму, то ли сыворотка вызвала аллергию, то ли этот аромат вызвал аллергию. В общем, начало все чесаться, покраснело, покрылась такими пятнышками. В общем, сейчас я этот аромат пока не ношу. Ну, у меня такой вопрос, кто пользовался? Может быть, тоже у кого-то была такая вот... Ну, я сомневаюсь в том, что это какая-то подделка. Мне кажется, все-таки это оригинальная парфюмерия. Я не вижу смысла, да, вот такие вот сэмплы подделывать. Вот. Но все-таки вот немножко это меня как-то насторожило. Аромат вообще мне понравился. Я считаю, он и красивая у него упаковка. Единственное, был бы он еще маленький, вообще, пацаны, не было. Но 75 миллилитров меньше я не видела. Скажите, что думаете вы, у кого есть этот аромат? Есть ли какие-то вот такие вот аллергические реакции? Может быть, это так просто совпало? Может быть, это вообще какая-то у меня аллергическая реакция на что-то другое? Что-то я съела не то? Ну, в общем, как-то вот так вот совпало. Ну, все-таки Бербери намного более стойкий. Такой долгоиграющий, можно сказать. Вот этот более нежный. Я не слышу ни крови, ни бинтов, ни йода. Для меня аромат красивый. Такой солнечный, леденцовый, яркий, играющий, клубника. Вот какая-то кислинка приятная, что-то такое благородное. Очень красиво. И в то же время, когда ты уже наслушавшись вот этой всей информацией, что кто-то там слышит что-то другое, я уже начинаю искать близкое, похожее к йоду и бинтам. Ну, не знаю. Вроде бы я ношу, мне нравится, мне приятно. Но все-таки он какой-то вот по сравнению, конечно, даже с Хизбербер и Хё. Не говоря, если сравнивать с Бакарой, то вообще Бакара, по-моему, на Влотере будет месяц пахнуть. И все вокруг. Вот. Здесь, конечно, стойкость намного ниже. Но и в то же время, я считаю, это такой вот родоплюс. Потому что он более такой вот легкий. И особенно для жаркой погоды, особенно если вы не любите такие насыщенные, сильные композиции, то он такой вот приятный, не удушающий, не сдавливающий и не занимающий всю площадь вокруг себя. В общем, скажите, что думаете вы, любите ли вы Бакару, нравится ли вам Бёрбрихё, Аристократ. Надеюсь, вам было интересно. Пишите в комментариях, какие ароматы вы пробовали, любите ли вообще это направление. Кто-то говорит, что это совершенно свой аромат. И вообще с Бакарой ничего общего не имеет. Он именно вот такой вот уникальный. Но я очень отчетливо чувствую схожесть. Очень. Вот. Но я думаю, как и многие. На этом все. Всего доброго. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Я вас немножко развлекла. Ставьте лайк. Подписывайтесь. И всего доброго. Всем пока.